Приветствую вас и давайте попробуем разобраться с тем, что вы здесь написали. Значит, вы пишите, что девушка не удовлетворяет вас в отношениях. Пишите вы, что устали все тащить на себе. А дальше вы пишите совершенно уникальную вещь. Вы пишите, что она ответно говорила, что не может никого полюбить, а потом приняла мою любовь и заботу, значит она должна любить и заботиться в ответ. Кому должна? Почему должна? Кто сказал, что она должна? Непонятно. Если она приняла вашу любовь и заботу, то она приняла потому, что видит, что вы хотите ей это дать. При этом она абсолютно вам в ответ ничего не должна. Вообще ничего не должна. Это ваша инициатива проявлять в ней любовь. Ваша инициатива проявлять в ней заботу. А она вам честно сказала, что не может никого полюбить. Но если вас это не остановило и вы решили все равно вступать с ней в отношениях, это ваше право. Это ваше право, но не ее. И почему вы говорите, что она должна? Мне это совершенно непонятно. В любви никто никому ничего не должен. В мире вообще никто никому ничего не должен. Вы делаете то, что хотите, она делает то, что хочет. И есть свободные отношения. И если вы пишите, что у вас нет сил, и что у вас нет в ее планах на будущее, значит так тому и быть. Это ее выбор. Девушка не заинтересована в вас. Она позволяет вам о ней заботиться, потому что по ее мнению этого хотите вы. И если говорить о том, что делать, чтобы вас не использовали и оценили, просто перестаньте с ней общаться. Она не может вас ценить, потому что вы ей недороги. Вы пытаетесь получить от нее то, чего она вам дает. Не может силу ряда причин. И знаете, в чем основной вопрос? Это почему вы пытаетесь получить то, что вам нужно именно от нее? Вот это вот, наверное, самый главный вопрос. Вы видите, что девушка не отвечает вам взаимностью. Вы видите, что девушка относится к вам равнодушно, там, ей все равно, да, она не отвечает вам взаимностью. Для чего вы все равно продолжаете от нее ждать того, чего нет? Почему вы продолжаете любить и заботиться? Почему именно ее, а не кого-то другого? Что вы от нее получаете такого, что, по вашему мнению, вы не можете получить от другой девушки? От другой. Вы сейчас от нее зависимы. Понимаете, я слышал такой пример, что, вот знаете как, вы приходите в магазин, а на магазине только один товар. Вы подходите к продавцу и говорите, вы знаете, мне нужен другой товар. Продавец смотрит на вас и говорит, ну вот, по соседству с нами есть, как бы, магазин, там есть товары, которые вам нужны. Поймите туда и возьмите там этот товар. Вы говорите, нет. Я хочу получить этот товар именно здесь. Но здесь этого товара нет. И вы не можете его получить. Вот то, что вы делаете, то, что вы делаете. Если честно, ну, вы знаете, я думаю, что у вас неправильная постановка вообще вопроса в отношениях. Если вам девушка честно сказала, что не может никого любить, но приняла вашу любовь, где здесь намек на дочь, что она должна вам ответить что-то давать? А как можно дать то, чего нет? Вот вы хотите о ней заботиться, хотите ее любить, а она не хочет. И она не может вас любить. Как есть, по вашему мнению, заставить себя любить? Вас. Разве можно заставить себя любить? Поэтому вам нужно либо продолжать любить ее так, как она вам позволяет и довольствоваться тем, что есть. Либо разрывать с ней отношения, жить дальше и искать ту девушку, которая бы вас любил. Но если вы будете ставить вопрос так, что кто-то кому-то что-то должен обязательно взамен в ответ на его заботу и тепло, то я боюсь, что отношения вам, единственное отношение, которое вас устроит с таким подходом, это отношения по расчету. То есть по договоренности, там вот четко, я делаю это, ты мне делаешь что, я делаю тебе это, ты мне делаешь что. Ну, кто знает, может быть, вас эти отношения сделают счастливыми. А в любом случае, здесь вы будете биться в закрытую дверь и требовать от человека того, чего он дать вам не может и совершенно непонятно зачем вам это. Зачем вы тратите время на человека, если вы недовольны отношениями с ним? И зачем вы тратите время другому человеку? Если вы его любите, вы хотите, чтобы человек был счастлив. Если вы любите, то вы хотите, чтобы человек был счастлив безусловно. А у вас условие есть, что он должен вас любить замен обязательно. Если любовь условна, то это не любовь, это что-то другое, это удовлетворение потребностей своих через человека. А это, значит, зависимость в отношениях и, собственно говоря, несчастье, неискренность. А хотите вы так дальше жить, это ваше право, а если вам хочется изменить что-то, то можно вам помочь. Для этого нужно разобраться, откуда у вас пришло вот это вот понимание того, который кому-то должен в отношениях. А может быть тут следствие ваших комплексов, следствие вашей неуверенности в себе, может быть это детско-радические отношения, может быть какие-то происшествия у вас в жизни были, что повлияли на вас таким образом, но тем не менее вот то, что вы сейчас говорите, это искаженное представление об отношениях, оно не верно, оно в корне не верно, и ваш подход к тому, как взаимодействуют между собой мужчины и женщины, тоже неправильный. Для того, чтобы понять как правильно, нужно в первую очередь принять себя, позволить себе быть таким, какой вы есть, не делать ничего в ущерб себе самому. А вы делаете в ущерб себе самому тем, вы делаете себе в ущерб самому то, когда вкладываете человек, который вам не может дать ничего в замен. Если вы это делаете, то вы делаете это для себя, но если вы делаете это для себя, то это ни в коем случае не нужно, как бы, не нужно подавать как жертву. Если вы что-то делаете, если вы что-то хотите делать для человека, то вы делаете это потому, что у вас есть такое желание, безусловно, вы ничего не хотите получить за мир, это нормально. А если вы за мир что-то хотите получать, значит это для вас жертву. А жертвовать в отношениях не стоит. Комбит вы копируете с родительским сценарием поведения. Надо набрабатывать детско-родительские отношения. В общем, чтобы вам быть счастливым, чтобы вам право правильно строить отношения, нужна работа. Работа с вами. Если вы хотите эту работу проводить, то выбирайте эксперта и начинайте консультироваться. А если вам достаточно того, что я сказал, значит, тогда вам нужно просто делать выводы, корректировать свое поведение и осваивать новые идеалы и стремления, новые ценности. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку «Помогу». Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.